Три ковра, так называют соревнования в кругу, его постоянных участников. Традиционный турнир по единоборствам – это уникальная возможность для молодых спортсменов обменяться опытом со сверстниками и проверить свои силы. Подростков объединяет спортивное увлечение и желание ставить новые личные рекорды в таких видах боевых искусств, как рукопашный бой, дзюдо, тэквондо и карате. На каждой из соревновательных площадок сильнейшие ребята, проходящие подготовку под руководством строгих, но справедливых наставников, спортсменов с большим опытом. Именно тренеры явились главной группой поддержки для них на каждом этапе турнира. Есть дети, которые талантливые, но они лентяи. А есть дети, которые через труд дают. То есть он не получается, но он входит, входит. Там есть дети, которые сразу выступают, дети хорошо. Потом какое-то время, 14-15 лет, он уже проигрывает. Ребята многие уходят, выступают за «Динамо», уходят в милицию служить. Это пригодится, потому что у нас вооруженные силы, ребята должны бороться, биться, без этого никуда. Пригодится, да. Даже если в армию не пойдет, оно все равно жизненно это надо. Защитить себя, девушку, маму. Александр Патрейко к делу подходит серьезно. Своих учениках с детства воспитывает мужские качества и бескомпромиссное лидерство. Этим можно объяснить высокий уровень подготовки подопечных тренера и их многочисленные победы в турнирах. Арсений Гупенюк на татаме держится уверенно и сразу дает сопернику понять свое превосходство в силе. Юноша много тренируется и во всем слушается наставника. Результаты говорят сами за себя. Главное быть готовым и никогда не бояться соперника. А то если побоишься, сразу же проиграешь. Как ты готовился к соревнованиям? Ну, я разминался. У нас тренер такой, ну, он все время на нас кричит. И это нам нравится, потому что мы, когда плохо делаем, он на нас кричит. И мы понимаем, когда доворачиваться надо, когда надо брать захват. Там прием какой надо делать, говорить нам на соревнованиях. Всегда поддерживает нас. Турнир по единоборствам в разные годы помог открыть дорогу мальчикам и девочкам в изучении боевых единоборств. Позволил приобрести опыт побед и поражений, опыт преодоления трудностей. Нынешние соревнования также стали отправной точкой для будущих чемпионов. Здесь каждый из спортсменов смог проявить себя и вынести ошибки, над которыми будет работать. Все единоборства – это одна большая семья. И очень здорово, что наша «Динамо» делает такие фестивали, такие праздники для всех детей. Потому что они объединяют представителей различных единоборств. И все мы, как бы, занимаясь разным видом спорта, чувствуем себя в одной семье, в одном обществе, в одном «Динамо». Наша основная задача – это подготовка перспективного резерва для олимпийских видов спорта. Ну и вторая задача, немаловажная – это подготовка молодежи для службы, во-первых, в армии, и во-вторых, конечно же, в наших силовых структурах. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.